Аккуратно! Всем привет! Привет! Забрала Романа со школы. Все, хочется мне сказать с садика. Ну, не балуйся. Ну, скажи привет ребятам. Покажи свои зубки, какие выпали у тебя. Покажи, похвастайся. Видите, какой без зубка. Рома, два зуба уже нет. Показывай. Внизу. Вон, прилетел Ричка. Доволен ты, Чантея? Молодец! Ром, не шуми. Расскажи. Ты доволен? В общем, вы видите. Ему не до нас, он счастлив. Какая фея, молодец, принесла. Какой подарочек, да? Да. Ты хотел? Ты заказывал фее такой подарок? Ром! Роман! Ты заказывал фее такой подарок? Да. Да? Видишь, какая фея, молодец. Не до меня ближайший час точно. Всем привет! Я на кухне буду сейчас готовить, делать быстренький тортик такой на завтра. А зачем? Это продолжение того... На дачу пойдем? Да. Это продолжение того же дня, когда мы с вами закупались. Вот я приехала домой, забрала Романа, распаковала сумки и чуть-чуть с ним поиграли в машинку. И теперь я буду делать торт. Буду делать... Роман, нажми паузу, пожалуйста. Я хочу! Буду делать ленивый наполеон, так скажем. Ну или как... В общем, с магазинного слоеного теста делаю такой наполеончик, в общем. Спеку слоеное тесто, предварительно его вилочкой потыкаю и сделаю крем. Будет у нас такой тортик. Сейчас вам все покажу. Ой, сейчас не могу с Романом. Он говорит, мама, сегодня день выпадания моего зуба. Типа праздник такой, день выпадания моего зуба. Ой, Ромка. Ну перестань, он шарик играет. Стучит. День выпадания моего зуба. Ром, ты как что-нибудь придумаешь, правда. Так, Ромашка, отходи. Я вот так вот сделала, померила по форме, которая у меня... В которой будет лежать тортик, отрежу все остальное. Вот это вот я потом допеку, в общем, этот кусочек. Он у меня не этот, никуда не этот, как скажем. Не выкинется, в общем. Не пропадет, так скажем. Вот так вот. Я иногда еще пеку, знаете, вот такими палочками нарезаю, полосочками. Ну где-то с толщиной может спалиться, они получаются где-то, ну в общем такие. У меня где-то есть рецепт этого, как я делала, показывала. И потом в креме обваливаю и форму вот так вот. Тоже прикольно получается. А сейчас я хочу просто сделать, ну вот такой быстрый наполеончик. У нас все любят. Единственное, у меня Сашка не любит, да, он свое на тесто. Хотя он не любит, но ест. Я сейчас вилочкой потыкаю вот так вот. Смотрите. Чтоб хорошо пропитывался потом крем. Или чтоб не сильно поднимался тоже. Чтоб не было такого, что огромный такой получится. Я вообще взяла 4 теста. Ну не знаю, сколько у меня поместятся, какие они поднимутся. Всего у меня вот этот остаток маленький пойдет на посыпку, скорее всего. Все, отправляю в духовку с печем. И потом с вами. У меня будет выпекаться коржи для торта. Я помою и порежу кругляшками, такими кружочками, шайбами баклажанчики. У меня три баклажана в русском я купила. И нарежу шайбами и обжарю на сковороде. Сковородку я просто пшикаю. Сейчас покажу вам. Ну все знают. Может кто первый раз смотрит. Вот такая вот. Я попшикала в сковородку подсолнечным маслом. Положила. Потом переворачивать опять попшикала. Перевернула. В общем обжарю пока что баклажанчики. Буду делать с помидоркой. Ну и с майонезом. На закуску. Такие в общем будут у нас вместо салатика. Все испеклись мои коржи. Ромашка пришел. Чего хочешь поздороваться? Скажи привет. Всем привет. Ты мой золотой. Вот они. Собственно все четыре коржа. И это остатки. Что обрезки так скажем. Баклажанчики. Вот они. Я их сейчас не буду мазать майонезом и чесночком. И помидорку ложить сверху. Я это наверное сделаю или позже вечером или завтра утром. Ну пускай они так стоят. Я их просто в холодильник поставлю. Пусть в общем стоят обжаренные. Это помазать то в принципе их пять минут. Тортик тоже у меня будет пока не все остывать хорошо. Ну эти коржи. Ой бабочка прилетела. В окно. Класс. В окно? Да. Так и что прям в окно бабочка. Я хочу обрезать. Что я тут между делом занимаюсь в общем и шашлыком. Еще мясо не нарезала. Только луку начистила. Кстати. Одела. Сейчас покажу. Одела Сашин вентилятор вот этот вот. Включила и чистила лук. Вообще не заплакала. Один раз у меня был такой момент немножечко. А так бы я обрадалась. Эту чашку начистила лука. Думаю он мне скорее всего помог. Ну и в общем решила сейчас смотрю уже эти. В общем выпечка моя. Коржи мои уже подостыли. Думаю быстренько я сейчас сделаю крем. Смажу и уберу его в холодильник. Чтоб уже что-то у меня было готово. А потом уже займусь шашлыком. Сашка пошел спать. Он сегодня отсыпается после ночи. Вот так. Уже достала миксер. Поставила. Мы между делом тут и чай уже попили. В общем вожусь. Сейчас достану. Достану. Крем я вам не сказала какой у меня будет. Но я думаю вы уже сами догадались. Так у меня одна там маскарпоне оставалась. Я ее старую сейчас использую. Маскарпоне изгущенка как в прошлый раз я сделала. Такой же буду делать. В прошлый раз у меня девочки спросили с какой сгущенки ты делаешь. С простой или с вареной. Можно делать и с простой и с вареной. Я раньше часто делала очень с вареной сгущенки. А сейчас как-то ну не знаю мне больше хочется простой классической сгущенки не вареной. Поэтому с вареной сгущенкой тоже очень вкусно получается. Так что без разницы какая сгущенка. Какая вам больше нравится какая у вас дома есть такое и делаете. В общем просто она немножечко гуще да вареная сгущенка. А так разницы никакой нет. Только вкусом отличается. Но хуже не будет в любом. Сейчас нужно будет больше крема чем в прошлый раз. У меня там три коржа было смазать нужно было. Сейчас у меня четыре коржа. Я не знаю вот у меня есть пять баночек маскарпоне и две баночки сгущенки. Возьму сделаю. Мама. У меня вкусненький не нашел. Сейчас подожди. В общем в прошлый раз я делала четыре маскарпоне и полторы банки сгущенки. Рома пожалуйста да я договорю и я приду к тебе. Сейчас я просто сделаю с пяти и две банки сгущенки сделаю туда. Вот так вот. Так что взбивать там не надо до посинения. Просто чтоб хорошо он перемешался и чуть-чуть там буквально чуть-чуть совсем он взбился может пару минут максимум. Перебивать тоже нельзя да. Крупинка не пойдет. Так что будем сейчас все выкладывать. Рома там давит в комнате или нет? Нет. Сейчас мама. Я решила если крем останется так останется. Ничего страшного потому что все равно у меня как бы в ближайшее время не предвидится никаких этих. Как праздников чтоб печь. Поэтому. Сейчас Ромочка я включу. Подожди. У меня наушники хочет включить. Я постоянно торможу чтоб он выключал музыку свою чтоб я могла с вами поговорить. Хочет наушники я взбила. Вот столько у меня получилось много. Мне кажется очень много. Такой. Смотрите. Вот густенький такой. Я уже попробовала лопаткой. Тут перемешала. Перемешивала с краев. Пробовала в меру сладкий. Кто любит послаще тот больше ложится из сгущенки. Мы просто любим такое чтоб не сильно сладкое было. Поэтому нам достаточно. Не сильно сладко. В общем застелила салфеточками. Буду сейчас сделать. Надеюсь. Так. Все. Роман Тещи пожалуйста. Буду сейчас наверное будет много. Ну не знаю. Посмотрим. Я хочу просто чтоб он хорошо пропитался. И так чтоб он хорошо пропитался. И так оба. Пропитанный. Насыщенный кремом. Надеюсь. Получится. Ну в принципе что тут получается. Я всегда делаю. Всегда вроде было вкусно. Так. И поднялся. Хоп. 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 Чуть. Чуть. Вот так. Оп. У меня руки чистые. Опа. Алло. twenty. Можут. families. Можут. все остальное я сейчас засыплю крошкой и все будет у нас тортик тортик готов вот так вот выглядит смотрите поехал так стоим стоим вот такой тортик наполеончик аппетитный все закрываем и отправляю в холодильник скажу вам сколько у меня крема осталось ну вот это все что осталось остатки на дне вот вообще вообще чуть-чуть чуть-чуть совсем ну и вот две палочки вот эти остались от может и я помажу дети может сидят ну и будем приступать к мясу нет камера заплатить мясо вот у меня ведь сколько здесь мясо 5 почти пять с половиной килограмм спросила у саши говорю на все делать две шеи там полностью резать их или полторы сделать он говорит нет как раз пять половиной килограмм это как раз на нас на нашу толпу хватит ну там еще и будет курочка кроме кроме шашлыка поэтому нам достаточно в общем делаю полностью лук уже начищен помидоры сейчас я помою тоже порежу вот помидорки у нас но об этом чуть позже сейчас я тут порядок немножко на виду и потом к вам подключусь мясо я помыла вот две два куска шеи у меня сейчас буду нарезать на кусочки саша меня проинструктировал я буду ты будешь делать не делай сама так что муж дал добро чтоб я делала шея у меня без костей без кости правильно сказать наверно села такими этими на вижу прошлый раз делала вроде как получилось так что постараюсь этот раз также приготовить покажу на какие кусочки примерно вот вот такие вот кусок куски вот видите здесь два такие кусочки нарезаем сейчас мясо порежу в общем потом когда подойдет к маринаду тогда я к вам подключусь сейчас пока буду резать мяско вот такая вот чашка с мясом и сейчас покажу сколько у меня лук вот такая вот чашка с луком нет но это чашками где-то здесь около полтора килограмма лука на пять с половиной килограмм мяса полтора килограмма лука я начистил сажигать многовато я да не нормально так и помидорки я еще не почистила и не помыла но их чистить как порезать нужно будет там чем пудрец сначала лук потом перейду к помидорам так ну что я нарелилась уже рука нарезала тут вот столько помидоры я помыла в час я их порежу кольца я приготовила лучок нарезала помидорки нарезала мясо уксус уксус обязательно кто-то говорит что уксус это только портит мясо а для меня шашлык это без уксуса он как будто просто мясо какое-то маринованное грильное как-то я вас сильно высоко ничего зато так все видно на уксус соль перец и сегодня я купила приправку вот эту для шашлыка все в принципе сейчас саша придет будет мариновать все не помещается в одну в чашку я не знаем или мы в 2 сделаем как-то и потом потом как-то распределим я не знаю как у нас нету большого ведра поэтому вот так вот саша отправила одеваться он проснулся сейчас сейчас он придет к нам тоже будет мариновать а еще петрушку я хочу туда александр принарядился галстук одевать мариновать мяско руки мой он помыл руки давно и пишет руками грязными и слышите это вон руки мой ну и вот еще я петрушки нарезала я так крупно нарезала на три части просто разрезала у саша красиво говорю лучше наверное такими большими чтоб легко ее было стряхнуть просто чтобы она для вкуса было иди уже мне кажется пахнет маринадом да и пахнет прям такой этот шашлычком пахнет мясо не мариновали уже пахнет сейчас александр точно это сейчас вам покажет мастер-класс как шашлыки надо мариновать это по-моему мои саш да это мои там другие твои может быть в кастрюлю или как или в две чашки одну чашку полная наполнится потом следующую я думала вот так чуть-чуть накладываешь по мариноват перемешал следующую еще чуть-чуть доклад или ты делаешь сразу короче александр сейчас вам покажет как надо мариноват у него правда вкусный шашлык всегда получается мне всегда нравится а это то что я тебя люблю поэтому кажется что сам всегда вкусный кажется нет на самом деле вкусный любовь не любовь короче страшно жалко крышка не бегать никакая здесь комментирует что ты делаешь насыпал помидоров с луком размешать теперь надо раздавить помассажирует мясо чтоб сок дал массажируете мясо с удовольствием хорошим настроением с добрыми мыслим готовить всегда надо с хорошим настроением это что я готовлю вечно злая это соль перчик я буду ассистент сегодня сейчас разрежу приправку приправу я вам показала вот такую я взяла какую нашла в общем в русском какая попалась такую взяла там были еще в таких больших банках но я думаю не буду брать большим банк нам хватит 1 мы не так часто мы придумаем шашлык зачем больше зимой тем более уже вы кого на пахнет ой какая на ядреная тут даже есть волосы 3 рецепт шашлыка 750 грамм свинины мы из баранины тоже 3 луковицы 2 сладких перца 2 3 приправы для шашлыка а 2 3 ложки приправы для шашлыка сок 2 а 2 лимонов 60 миллилитров масла 10 штук 10 штук шампуров а это на 10 шампуров получается в общем это рецепт на 10 шампуров 750 грамм свинины 3 красных луковицы 2 2 сладких перца 2 3 ложки приправы 750 грамм свинины на 10 шампуров сок лимона 2 лимонов и 60 миллилитров масла на 10 шампуров все это вот тут вижу не как 4 кусочка на этом надета остальное все овощи ты вы комментируешь это добавляешь перец перец черный пошел перец черный дай ложечку соли чтобы насыпать это соль саш это морская служит как засолим сахаром 2 сладким это морская соль которая крупная должна быть она такая измельченная что приправу будет сыпать нет приправу не сыпать давай я ложечку 1 и туда 1 горочка потом понюхаем как она будет если добавим еще куда ты шестит что ты хочешь кушать прям кушать хочешь или что-то хомяч хомячишь шоколад нельзя сладкие не мешаешь там чипсы вон твои семечки эти купила такие с тыквой и обычные черные соленые я купила помещения чипсы кушать не Ямочки вот они, как обычно. И фирмы я вот такие купила. Фирмы? Да. Вот, попробуй. Где они надо? Там уже не хорят. Да, это. Лук потом этот убрать можно, когда жаришь. Ну да. Он сильно мелкий. Откинуть его и всё. Если кольцами попадать, можно одеть его, да? Нет, ну кольцами отдельно его нужно сделать специально. А этот он горит, потому что всегда. Который раздавлен. А кольцами мы сверху ложим, вот так насыпаем. Помидоры тоже раньше всегда делали. Помидоры тоже, когда одеваешь. Вот, Сашка, первый раз, когда с помидорами это сделал. Ой, да, тогда вообще вкусно. Первый раз вообще мы попробовали с помидорами. И мы тогда между помидорами еще один. Такой он сочный, такой вкусный был. Помидоры сок отдают. И после того мы всегда вот помидоры туда ложим. Добавляем. Все вкусно получается. Он уже сочный какой. Быстро. Мне кажется, еще надо что-то это. Кого? Помидоры? Вот это. Нет? А, приправу можно ложить еще, но насыпать, да? Да. И уксус. Сейчас смотрю. По две ложечки. На чашку две ложки, да? Да. А там стоит две-три ложки на 750 грамм. Это значит, здесь мы нормальные все две положим. Это ничего страшного. Нужно вообще ее все высипать. Да. Но не надо нам. Чересчур будет ядреное, мне кажется, если все высипать, да? Хотя там остается чуть-чуть совсем. Там еще ложка, наверное, остается. Да, тут одна еще чайная ложечка где-то останется с горкой. Посмотрим сейчас. Ты ложи больше лука туда. Еще больше? Конечно. Чем больше лука, тем вкуснее. Мы же его положим сверху потом. Ну, там, смотри, сколько его. Мы сколько его будем ложить? Ну, так у меня место тут уже не вводится. Столько его туда. Уже сок даст еще. Мы можем разложить, я тебе говорю, в ту чашку еще. Я ту чашку, по-моему. Ага, да. И разложим давай. Ничего страшного. А потом в конце просто переложим, в две закроем их, и все. Простоловые ложки? Да, нет-то мало. Штуки по три тоже налей. Давай я туда пойду. Он когда жарится еще, выгорает. Вкус от него, потом ничего не... ой. Да не бойся ты лей, что ты? Два. Да, все вот так. Три. Что там лучок? Лук упал. Один. Два. Три. У нас уже 25 процентов, да? Славные. Эссенции. 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 Самые, по-моему, крепкие, которые здесь купить надо. Здесь не продают такой 90 процентов, как в России. Три. Может где-то есть специализированных магазинов? Я не видел еще. Но я тоже ни разу не видел. Самые, которые я видел, 33 что ли было. И то, я не уверен, это уксус был или кислота какая-то. Соляная кислота. Надо на язык попробовать, но соль. Пытает или нет? Тоже одену перчатки. Да, потом руки просто не пахнут. Да. Удобнее, как все так, да? Нет такого дискомфорта же, что тебе под эти, под ногти залазить. Потом, во-первых, этот запах этот не вымуешь. Не то, что он там против. Я вообще не люблю, когда я с уксусом делаю что-то, и вот без перчаток. Я когда мариную это, крылышки или что-нибудь, я тоже надеваю всегда перчатки. Ой, как у запах пришел, слушай. Ой, петрушка как запах вкусный. Слушай, я как-то один раз съела с петрушкой. У меня петрушка в магазине. Мама, мама, где мы живем? На земле. Там, где я живем? Там, папа, где мы живем? Это же просто земля. Это и есть полностью земля. Лобус это, земля полностью. Лобус это все? Да. Почему? Ну так сделали. В общем, где-то ела, наверное, с русского магазина было, с петрушкой. Он такой вкусный был. И Саша сколько раз покупал, да? Был вкусный очень вкусный. Да, да, да. С русского магазина, в общем, был очень вкусный с петрушкой. В основном всегда был хороший там шашлык. Ну, что-то в последнее время, я не знаю, сказали, что не очень. Ну, не знаю. Мы сами сколько брали, всегда был вкусный. Так что не это. Но я сегодня решила, что сама хочу, хочу шашлык домашний. Вот, смотрите, сколько сока. Видно? Да, конечно. Вот, смотри. Там видно? Вот, полностью в соке. Все. Все в соке. Можно даже уже это закрывать. Да, чего же. Конечно. Завтра попробовать надо будет. Соль, если можно добавить. Мне кажется, уксус мало немножко. Вообще не чувствуется. Ну, можно по штуксу. Вообще не чувствуется. Нормально. Помидорками соль чуть-чуть чувствуется. А приправы и уксуса вообще не чувствуется. Что сынок? Можно киви добавлять. А с киви, кстати, маринуют. Тоже очень вкусно получается. Оно вообще, ну, его надо быстро. Он быстро маринад, да? Там пару часов. Пару часов. Пару часов и готово. Сейчас я давай тебе еще чуть-чуть уксуса выдам. Давай. И этот приправу эту засыпем там чуть-чуть совсем. А? А? Ничего, я вытру. Они вытирают. Так, давай. Открою эту. Полностью все. Так. Ну, все, устрою сюда. Ой, блин. Умничка. Все. 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 По-четыре чайных ложечки мы добавили в каждую. И уксус теперь. Блогер наш в деле. Мама, я снимаю. Ой, извини, сын. Мы тоже снимаем. Убери камеру, я снимаю. Иди туда, иди наверх. И так, и я там. Смотрите, ребята. Все, да? Ну, Псюсть мы, если что, потом тоже подольем. Один, два, три. Все. Мне кажется, его уже можно шарить. На вид он-то такое прямо. Классное. Так, сейчас я почесаю. Можно было жарить ее. Ты можешь сам пожарить? Не может пожарить. У нас же все есть. А завтра еще с собой взять. Еще на завтрак хватит. А завтра в русском купим. Ты думаешь, мы это все съедим? Да нет, конечно. Все. Отклепать надо. Придавить чуть-чуть. Давай, я с боков вытру. Да. Положи лук. Мама, смотри, это кто? Сейчас. Это зайчик такой. Вытираем. Чтоб крышкой закрыть можно было. Слушай, что оставим в этой или что? Да. Хватит для сока места? Да. Хорошо. Тогда лук сейчас уже положим и закроем крышкой. Мук весь, конечно, ты нарезала его. Полтора килограмма. Полтора килограмма я нарезала. Потому что, ну, в двух сеточках два килограмма было. И там штук шесть, наверное, было гнилок я их выкинула. Вот так. Давид у нас ест лук, но он ест из-под селедки лук. Он тут тоже едет лук. Ну, если его поджарить, конечно, можно. А я с собой не люблю. Салат наложить и кромкой. Все, на сегодня я с вами попрощаюсь. Мне осталось только сделать грибочки с луком и с маслицем и немножечко уксуса туда добавлю для вкуса. Такой салатик сделаю. И сделать баклажанчики с майонезом и с помидоркой. Ну, и все, в принципе. Ну, это ерунда, можно сказать, по сравнению с тем, что я сегодня сделала. Все. Надеюсь, вам было интересно с нами. Кто не подписан, подпишитесь. Кому понравилось, можете поставить лайк. Всем пока-пока. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok